Россия утверждает, что продвигается вперёд, хотя и медленно с севера, юга и востока в направлении к Бахмуту. По словам украинских военных чиновников, город теперь закрыт для гуманитарных организаций и гражданских лиц, кроме тех, кто проживает в нём. Ранее президент Владимир Зеленский назвал Бахмут нашей крепостью и заявил, что украинские военные должны держаться до того момента, пока Киев не получит необходимое вооружение. По мере продвижения российских войск из соседнего города Часов-Яр уезжают мирные жители. «Трошки страшно, когда прилёты бывают, но и хочется отдохнуть от звука, внучку проведать, там же ж внучка нас любит, куда мы едем во Львов. Ну, мы надеемся, что ЗСУ будет за нами, победят вот их, урки вот их, повбивают их, вот, и мы вернемся». Во время визита в Киев шведский премьер-министр Ульф Кристерсон пообещал Украине поддержку, но предупредил, что будущая военная помощь должна быть сбалансирована с потребностями обороны самой Швеции как будущего члена НАТО. Кристерсон заявил, что гаубицы «Арчер», а также 51 боевая машина пехоты и противотанковое оружие, которое обещает Стокгольм, укрепят военные позиции Украины. Тем временем в городе Покровск в Донецкой области три мирных жителя погибли и ещё около десятка ранены в результате российского обстрела пятиэтажного жилого дома. По данным властей, также повреждения получили четыре многоэтажки и школа. Продолжение следует...